Антитрухановский Майдан сделал заявление, в котором объявило о продолжении своей бессрочной акции протеста против нынешней городской власти. В заявлении говорится в том числе и о странной позиции правоохранительных органов, никак не помешавших силовому разгону палаточного городка. Исходя из последнего, Антитрухановский Майдан решил усилить свою деятельность в формате общественно-политической борьбы с минимальным физическим присутствием участников акции непосредственно на Думской площади. Антитрухановский Майдан продолжится, но уже в новом формате. Об этом говорится в заявлении участников акции, опубликованном на официальной странице Facebook. В частности, в письме говорится, бессрочная акция «Антитрухановский Майдан» была начата после обнародования в СМИ сведений о том, что Геннадий Труханов является членом международного криминального синдиката, причастного к завладению бюджетными средствами и другими материальными ресурсами на территории Украины. Также стало известно, что Труханов обладает двумя паспортами гражданина России, которые он указывал при регистрации в странах с ольготным налогообложением фирм, и которые в дальнейшем использовались для регистрации украинских субъектов хозяйствования. В свою очередь, через такие субъекты хозяйствования до сих пор происходит вывод средств из бюджета Одессы, например, через компанию «Росдорстрой» и другие компании, входящие в группу «Рост». В связи с тем, что правоохранительные органы не в состоянии обеспечить защиту собственных граждан, исходя из того, что на протестующих неоднократно осуществлялись нападения со стороны промэрских сил, акция протеста против мэра Труханова продолжается и усилит свои действия в формате юридической и общественно-политической борьбы с минимальным физическим присутствием участников акции на Думской площади.